Пенсионерка Надежда Гусева до сих пор недоумевает. Говорит, собственными руками сама себя обокрала. Одним нояберским днём женщина возвращалась домой. По пути познакомилась с молодым человеком. Что было дальше, не помнит. Только имя – Артём. Шла из церкви. Он заговорил о православии чего-то. Я в мыслях была такой, что под впечатлением из церкви. О чём он говорил, я сейчас вам не скажу. И потом он говорил, я говорил, я ничего не помню. Только когда всё, деньги отдала, домой зашла и думаю, это что было. Ну вот и всё. Чтобы выполнить просьбу мужчины, Надежда Гусева заняла у соседки 30 тысяч рублей. Теперь возвращает ей долг частями. Коротко хочу всем сказать, чтобы в глаза никаким людям не смотреть, ни с кем не разговаривать. Потому что делают это как гипноз. Никогда я не поддавалась гипнозу. Но в этот раз поддалась. И получилось вот так, что сама привела, сама отдала. Однако о гипнозе вести речь, скорее всего, не стоит. Так же, как о профессиональном психологическом воздействии. Практикующий психолог Роман Едавкин объясняет реакцию женщины на просьбу незнакомца дать ему крупную сумму денег. Он начинает рассказывать свою историю, она испытывает к нему эмпатию. Ну то есть присоединяется к его чувствам, проще говоря. И помочь ему – это означает помочь себе. Ну то есть так, как человек ведет себя как родной, то помощь ему как родному человеку внутри православного человека – это как бы благо. Так должно быть, это здорово, прекрасно и так далее. Она ему эту помощь оказала. То, что он оказался мошенником – это, как говорится, история неприятная. В Самаре сотрудники полиции регулярно встречаются с пенсионерами. Именно пожилые люди – основная целевая аудитория мошенников. Полицейские рассказывают о новых схемах, по которым действуют мошенники. Например, в квартиру приходит молодой человек. Говорит, что он представитель некой фирмы и предлагает проверить пластиковые окна на предмет неисправности. В его арсенале есть специальный инструмент. Когда потенциальная жертва под каким-то предлогом отвлекается, мужчины делают одно хитрое незаметное движение. И окно действительно начинает плохо работать. С этого момента начинается развод на деньги. В результате хозяин квартиры за ремонт платит в разы больше, чем это стоит в действительности. Заходит в квартиру, представляется работник, допустим, фирма «Докот», которая обслуживает пластиковые окна для улучшения теплоизоляции и так далее, проводит какие-то манипуляции, стоимостью 1500 рублей. На самом деле забирает от 15 тысяч рублей, то есть по завышенным ценам. Психологи говорят, что организм человека, который находится в состоянии опасности, испытывает сильный страх, подключает определенного уровня защитные реакции. Либо убежать и спрятаться, либо атаковать. Большинство жертв-мошенников атаковать не могут, так как сами не уверены в своих силах. Поэтому они могут либо делать вид, что ничего не происходит, либо подчиняться. Чтобы найти мошенников, сотрудники полиции проводят широкий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, отсматривают видео с камер наблюдения, установленных на подъездах, опрашивают соседей, составляют психологический портрет преступников. По последнему году, если брать, то это молодые люди, 16-22 возраст примерно у них. Кто-то студентом является, кто-то не занят ничем, кто-то в поиске работы. У кого-то есть подработки, но нет постоянного источника доходов. Вот эта категория. Психологи говорят, что главная защита от всех манипуляций – это здравый смысл. Просто нужно понять, что происходит, разобраться в ситуации. Самому задавать вопросы и составлять свой сценарий общения – что делать и как. Главное помнить – человек сам управляет своими финансами, и он – хозяин своего жилья. Никто не может указывать, что с ними делать и как. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский.